Ну что, вчера я похудел, я так-то мак вчера на ночь ел. Больше нечего было есть в Рыбинске. Да в смысле? 97,1 опять, я же 96 уже висел. Господи, машина все грязнее и грязнее становится. Итак, я проводил эксперимент. Оставлял на ночь бутылку сока. Сегодня было минус 9 ночью. И, внимание, сок не замерз. Прикиньте. Я не знаю, как это работает, но он реально холоднющий, но не замерз. Так что, будем дальше с Лян возить. Посмотрим, что будет. Приветик, а ты куда сегодня собралась? Да, у нас с дедушкой. Это куда? Великий Устюг. Великий Устюг, это там, где 4, как ты сказал, Деда Мороза в крутых животных? Это корпоративная штука. Секрет. А, это тайна? Да. Капец. Дед Мороз 1, верьте, Деда Мороза. Все, я вырежу там про 4, а Дед Мороз 1. Да, я вырежу. Дети, не слушайте, что ли? Устюг стоит съездить хотя бы для того, чтобы познакомиться не с Дедом Морозом, кстати, с Бабой Якой. Это Рапезкабы. О, она тоже там живет? Да, она дает волшебный пентилен. О, ничего себе. Понятно. Ну и что ты когда-то вернешься? Деньги вечером. Капец. Во вторник будет. Ты что, издеваешься, что ли? Мы чуть-чуть по 3 дня не увидимся? Получается. Ну, у меня есть теперь большая штука, которую я буду пересматривать, поэтому... Вот. Буду еще 10 книг написать. Давно пора. Кстати, едем вот позавтракать куда-то, и думали тут Победы, как там еще назывались, всякие. И решили в итоге в Овсянку поехать. А, кстати, она работает вообще с 10, да? Кто-нибудь что-нибудь скажет вообще в этом видео? У тебя есть что сказать? Никакова. Хороший комментарий. Ну, не знаю, пойду что-нибудь поснимаю там. А мне что-то не вылезти. Безглютеновый хлеб. 150 рублей. Это, кстати, вот для моего Феди прям находка. Чего-то еще есть. Век, крем, соус со вкусом сметаны. Это типа у ребят уже Новый год такой. А увидели какие десерты тут крутые? Они все из натуральных штук. Это не то, что вон там в пятерочках продают. Есть на сфере 34Б у нас продается. То есть там магазинчик, какие-то вкусные. Вот, уже за видеоблог скидку дают, смотрите. А, кстати, у меня есть карта, о которой я не сказала. Ну, можно начислить баллы. Начислите ей баллы. Еще за прошлый раз. Мы на 5 тысяч так-то посеяли в прошлый раз. Чека нет. Привет, у нас видеоблог. Все так серьезно. А что, все уже, да? Фига там вообще, люди сидят. Удивительно. А что я всех провожаю, да, всегда? А почему бы и нет? Всем нужна забота и любовь. Только я сегодня выяснил только что, что не все мои мамы. И типа кого-то послать. Ой. Вот, послать. Точно. Подождите, это все равно придется вырезать. А, но не все моя мама, и можно и послать. Как же это сказать-то корректнее? Короче. Ехал тут мимо ярты ПП, и думаю, дай-ка загляну. Вдруг может, что они интересного мне расскажут. Например, что у них есть площадка для выступлений. Как вы считаете? Зайдем к ним? Закрыто. Открыто. А что там за кросса? С клубникой? Нет, я не ожидала. Фига тут. А у вас это как бы связано с фитнес-гаражом? Сотрудничаете? Ну что, типа вы их толстеете, а те их худеют? Нет. Нет такого? Нет. Я просто сейчас потолстею, а потом буду худеть из-за вас. Какое-то тесное сотрудничество с фитнесом, мне кажется. Вот заехал, пообщался с Мариной Позняковой. Очень приятно, побеседовали. Все хорошо. Я не знаю, что с этим соком, но уже типа дофига времени, и никак не получается, чтобы он замерз, понимаете? Что за проблемы? Вообще, может быть там какие-то эти химозы? Тогда он искусывал, а должен быть ого-го. Кто не знал, в Гуд Карме по пятницам, и еще некоторые о нем бывают диджеи. Я был в Гуд Карме больше десяти раз, но ни разу не видел там диджеев, потому что я тут работаю. Но сегодня, в кои-то веки, я пойду отдыхать вечером и слушать диджеев. Ну как отдыхать? Я же блогер. Гуд Карма коворкинг. Мы, в общем, в Гуд Карме активно поработали, и теперь отправляемся в Джову Готи. Что же я там буду делать? А, работать! Точно! Наконец-то! О, Ярославль, смотрите! Ярославль главный столица Ярославской области. Что снимать тут, дети просто? Нельзя детей снимать. Так, ну все, стандартно, эта улица свободная. Свободы. Если вы не знали, я принадлежу к авторитетному клану Эвклида. Из категории этих айтишных монстров, которые могут, если что, только с помощью клавиатуры что-то делать. Поэтому отправляемся в Джон Готи. Открывайте, ну. Мне понравился очень интерьер этого заведения. Очень хороший лаунж. Сейчас я здесь поработаю, чтобы как-то активизировать внутренние силы свои. Ну вот тут фотографии моей семьи, как обычно, криминальной. Блин, смотрите, какой у них проектор на втором этаже крутой. Вообще же круто очень. Вон там пулемет Томпсона. И здесь тоже проекторы, зацените. Вообще круто же. Все в проекторах. Очень классно. Я набегу, осталось 10 минут. Еду в Волга Групп и уже опаздываю. Ну я еще в Джон Готи вернусь сегодня. Повстречу. Холодно, капец. Вообще капец, холодно. И проблема в том, что я реально не знаю, где это Свободы 18, как она там называется. Просто жесть. Не знаю, куда идти. Помогите, спасите, пожалуйста. Куда? Где? Видали, какая рарная штука? Еле нашел. Как тут, что нажимать-то? Холодно, капец. Это что, все сюда? Ну тогда все. Пускайте. Фига, такие чудеса тут. На диване можно сидеть. Время 17.29. Они все еще не уходят с офиса, смотрите. Пятница, 6 часов вечера? Кто что думает? Что? Почему не снимать? Я не хочу. Ну я квадратик на себя наложу, ладно. А на меня фильтры. Ой, я должен бросать. А я хотел тебя позвать сегодня в этот, как это? Good Karma. А ты не пойдешь в Good Karma сегодня? А почему? Ой, бездожей. Вообще-то не хочется. Не хочу. Был в Волке групп. Общался с девушками. Рассказал им немножко про стратегию лидогенерации B2B. Проанализировали текущую ситуацию. Поделился идеями, которые у меня есть. Естественно, это какие-то общие мазки. Ну это что такое? Ну полтора часа уверенно. Мы так по бизнесу с ними контактировали. В общем, возможно, дальше найдем какие-то общие совместные проекты, точки взаимодействия. Посмотрим. Встретился с Владом, один из менеджеров Джона Готи. Оказалось, что теперь я могу выступать на этой площадке, будучи резидентом, который еще курит кальяны по большой скидке. Так что спасибо Владу. Вот, кстати, это он сейчас был. И в итоге теперь здесь еще поработаю. Классная площадка. Оказывается, смотрите, вечером как много народу. Вообще прям кайф. Девчонки кушают, вино пьют. Сегодня полная посадка, хотя время еще 8 часов. А на третьем этаже там мафия происходит. Сейчас сходим, посмотрим, что там у них. Задвиж. Видите, потолок красивый. Здесь играют в мафию секретные люди, потому что они все мафиози. А вот здесь еще зона отдельная есть. Так что, видите, ребята не дали себя поснимать. Вот, видите, в Реославле, как хорошо. Маркетолог. Маркетолог Влад. Который все понимает. Кто такие блогеры. Что такое интеграция. Что такое партнерство. Вот и все. Пришел, поговорил. И теперь есть площадка. Итак, рабочий день у нас подошел к концу. И теперь нужно поработать в зале. Потому что я как ни худел. Килограмм опять пришел назад. Не знаю, в чем дело, с чем это связано. Дело не во мне однозначно. Что-то не так то ли с залом, то ли с питанием. Ну, в общем, действуем. Смотрим, измеряем дальше. Кстати, смотрите, в Ярике ставят вывеску с Новым Годом. Я, кстати, даже елку в Ярике уже видел по этому поводу. О, пешеход. Давай, проходи, тетя. Молодец. Девушка, девочка. Проверяем сок спустя 20 часов. Он не замерзает, смотрите. Ой. Вообще не замерзает. Я не знаю, что с ним делать. Я сегодня на ночь оставлю на улице. Надеюсь, никто не попьет. Как вы думаете, в зале в 8 часов вечера в пятницу? Если кто-нибудь есть, я не уверен. Но зеленый свет, дорога свободна, можно проходить. Итак, отвечаю на вопрос, сколько людей в зале. На кардиозоне никого. Здесь, в этой зоне, один человек. Девушка, там парень и еще два человека. И все, больше никого нет. Вот вам и пятница вечер. Впервые я собрался в Гуд Карму вечером. Как будто бы на дискотеку. Как будто бы в клуб. Как будто бы там диджей были. И я уже два дня не переодевался. Я хожу в одежде, которую просто майки стираю, где придется. Я пришел перед Гуд Кармой в пятерочку. Специально за внимание картофелем. Вы подумали, что я с ума сошел. Но сегодня один человек мне сказал, что у нее мама была профессором пульмонологии. Так вот, мама советовала, чтобы не кашлять. И легкие попрошли, и связочки восстановились. Нужно взять картошечку. Ее в мундире сварить. Положить в полотенчик. И положить себе вот сюда. На грудь. Погреть. Потому что крахмал обладает волшебными свойствами. Только я вот не знаю. С картошкой идти в Гуд Карму или без. Так как эта фигня не замерзает, мы проведем еще один эксперимент. Мы поставим эту бутылку прямо на крышу автомобиля. И так как окна выходят прямо вот сюда, мы будем следить, кто возьмет эту бутылку. А прикиньте, люди офигеют. Они выходят отсюда и такие, чего? Это как вообще бутылка на машине стоит? Какие варианты, как думаете, кто-нибудь возьмет или нет? Завтра узнаем. Представьте такую картину. На кухне готовишь. Да уйди ты, опять ты. Такой, эй, мужик, ты че? Это мой сок. Значит, кот, как там тебя? Марс, Сникерс. Пока все клубятся... Да-да-да, знаю я. Пока все клубятся в этом, как он там зовут-то все. Ты же знаешь. Мы варим клубни для того, чтобы положить их на грудь. Сейчас тебе его положу в рот, чтобы ты не кричал. Вы видите у него какие лапы? Видите, что там выступает по бокам? У него шестые когти. Итак, картошка наша готова. Я уже проверял. Все ок. Сейчас будем накладывать на грудь. Наш бойкомплект готов. Теперь мы это кладем на грудь. Я уже проверял. Я уже проверял. Продолжение следует...